библия говорит алексей алексеевич анна пишет нам очень честно и такое признание и это замечательно что она понимает эту проблему вопрос завести у меня есть друг которому я завидую на протяжении долгого времени я осознаю что это грех притчах написано что зависть это гниль в костях мне часто цитируют эту фразу мои родные это меня очень раздражает я прошу бога освободить меня от этого но часто опускаются руки возможно ли избавиться от зависти как быть такой ситуации конечно возможно вот в этом богатство того что иисус христос делает с душой спасая и конечно же не обойдется без серьезной борьбы без глубокого процесса но это возможно и это то что господь дает нам если мы вспомним в ряде мест священного писания зависть показана как один из ключевых элементов плоти нашей плотской природы в послании галатов в пятой главе где перед перечисляются зависть в послании первом послании коринфянам в третьей голове и он говорит о том что вы еще плотские и упоминает там зависть тоже как одну из характеристик то есть это проявление нашей ветхой греховной природы на чем она построена из чего она исходит она исходит из нескольких ключевых сбоев которые произошли в момент грехопадения первый сбой он заключается в том что человек претендует на то что он они бог определяет его реальное счастье определяет положение определяет то что ему нужно вот это это главный двигатель зависти вот почему написано тоже в разных местах я приведу одно из первого послания к тимофею 6 глава где написано великое приобретение быть благочестивым и каким довольно быть благочестивыми довольным одно обязательно приведет ко второму то есть если человек принимает бога как своего отца как своего доброго пастыря то он конечно же принимает и его дизайн для моей жизни он примем примет его воли относительно каждой конкретной ситуации и вот с этим приходит удовлетворенность внутри и приходит наслаждение тем что есть вот вот зависть почему она гниль в костях самая большая проблема зависти не в том не в людях которым мы завидуем и не в том кто что имеет самая большая проблема зависти в том что она лишает нас способности наслаждаться данным моментом наслаждаться тем что у нас уже есть и возьми любую ситуацию всегда будет то чего у тебя еще нет и если ты не можешь наслаждаться тем что у тебя сейчас есть это значит ты не будешь не будешь наслаждаться никогда это будешь постоянно движим завистью ты постоянно будешь движим вот этим чувством неудовлетворенности отсутствием радости отсутствием внутренней благодарности вот поэтому когда мы видим что это приходит из нашей плотской природы из вот этой установки того что я претендую на что-то больше чем то что бог мне дал сейчас кстати к этому добавляется еще один очень серьезный фактор ошибочный фактор он построен на том что я измеряю свое счастье какими-то мною определенными предположениями о том в чем она заключается ну например когда я завидую благосостоянию другого я думаю что я несчастен потому что у меня нет того что то что есть у другого человека или а я завидую чему-то внешнему виду или таланту какого-то человека или же то как к нему относятся другие или что угодно можно может здесь вот здесь вторая неверная ошибочная позиция или ошибочный фактор который работает в нашем сознании это то что я связываю свое счастье с тем что мне счастье не даст как с этим всем бороться я уже привел этот текст великое приобретение быть благочествием и довольны вот почему в пятой главе послания к эфесянам мы читаем о процессе нашего возрастания во христе познание христа и там сказано не упивайтесь вином от которого бывает распутство но исполняетесь духом и дальше представлено четыре формы как это исполнение духом происходит вот и среди них благодаря всегда и за все бога отца господа нашего бога и отца господа нашего иисуса христа то есть для того чтобы не завидовать нужно научиться быть благодарным тем что бог тебе дает это в свою очередь связано с признанием божьего права определять какой должна быть наша жизнь и не просто божьего права а с признанием того что бог будучи любящим отцом для нас позаботился о том чтобы дать нам все потребное для жизни и благочестия а это значит что у меня вот сейчас есть от бога абсолютно все для полноценной радостной интересной жизни иисус христос когда-то говорил ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имение если мы посмотрим внимательно на нашу жизнь то мы можем это подтвердить много и много раз когда мы жили в советском союзе особенно период моего детства мы жили очень скромно материально можно сказать бедно но я никогда не помню чтобы в я не помню что мы когда-либо чувствовали себя ущербными по сравнению с нашими неверующими соседями которые имели положение в партии которым по партийным линиям давали мотоциклы или позвали или купить или автомобиль или давали квартиры или еще что-то потому что вот состояние души не зависит от этого состояние души это что-то другое если мы посмотрим немножечко глубже то мы сможем определить что состояние души не зависит не только от материального благополучия она не зависит даже от отношения людей по большому счету нам часто кажется что вот если бы к нам другие относились хорошо то мы были бы счастливы в в действительности нет состояние счастье или несчастье это состояние души это то что внутри тебя а не вне тебя и вот господь через иисуса христа решает именно эту проблему внутри нас другими словами познавайте иисуса христа через него познавайте божью любовь по отношению к вам будьте благодарными учитесь удовлетворенности в иисусе христе и вы сами не заметите как вы освободитесь от зависти познайте истину истина сделать вас свободными спасибо алексей алексеевич дорогие огромное вам благодарность за вопросы которые пишут за ваши комментарии что вы помогаете нам распространяя эти программы туда где люди нуждаются в иисусе в его обмодрение в его слое подписывайтесь если вы еще не подписаны у нас также есть программа в телеграме и и оставайтесь нашими сотрудниками храни вас господь божью с matt пишите с